Людмила Мартова. Почти семейный детектив. Читает Ольга Белова. Аннотация. Ганна боялась признаться себе, что до сих пор любит Илью Голицкого, успешного бизнесмена, с которым у нее много лет назад случился роман. Когда она сама разрушила их отношения, не желала больше делить его с женой. Она решила, что будет воспитывать их сына одна. Даже через 10 лет Ганна жалела об этом. Она была уверена, что судьба их больше не сведет вместе, пока случайно не оказалась в одной квартире с Голицким, его женой и трупом на окровавленном полу. Каждый из них знал убитого. Теперь им придется ввязаться в опасное расследование и по ходу его разобраться в себе. Марине Черновой, щедро одаривающей меня поводами для вдохновения. В один прекрасный день, а других и не бывает на свете. Марк шагал, моя жизнь. Этой ночью во сне она снова скакала верхом, будто убегая от неведомой опасности. Ганне часто снилось, что она всадница. Скачет по жизни, то и дело пришпоривая коня. Быстрее. Еще быстрее. Ветер развивает темные волосы, бросает на лицо. Она нетерпеливо убирает их за спину, вновь подставляя его ветру. Ветер — друг. Он уносит тревоги, спасает от зноя. Его жадно втягивают раздувающиеся ноздри коня. В ветре — запахи дальних стран, в которых удастся побывать, если повезет. В ветре — весточки от близких, с которыми все хорошо. С которыми все будет хорошо. В ветре — надежда на то, что все будет. Ветер — враг. Он гудит за стеной, бьется в окно, принося страх. Страх, что она чего-то не успеет. Не доскачет. Не добьется. Страх, что конь потеряет подковы, в кровь разобьет ноги, не дотянет до финиша. Страх, что финиш может быть гораздо раньше, чем ей бы хотелось. Садница. Она скачет верхом, сжимая босые пятки, раскачивается в такт гонки. Быстрее. Еще быстрее. Темные волосы падают на лицо. Она нетерпеливо отбрасывает их за спину, вновь подставляя его поцелуем в ночи. Ночь, друг. Ночью можно дать отдых усталым ногам, устроить недолгий привал, на время остановить бесконечную скачку, пересесть на другого коня, горячего, верного, понимающего с полу взгляда, с полу жеста. Коня, которому не нужны шпоры. Коня, вместе с которым так просто, так сладко добраться до финиша. Быстрее. Коня, вместе с демоном. Глава первая. Утро добрым не бывает. Будильник прозвенел, и Ганна, не открывая глаз, зашлепала рукой по тумбочке, пытаясь нащупать трезвонящий телефон. Вовке, спящему в соседней комнате, будильник не помеха, его хоть из пушек поли не разбудишь, весь в отца. А вот Генька уже завозился в кровати, засучил длинными, тощими, словно у аиста ногами, еще секунда, и взметнется встрепанная светлокудрая голова, явит миру недовольные, опухшие от сна глаза, посмотрит укоризненно, и Ганна вмиг почувствует себя виноватой. Впрочем, в присутствии Геньки она чувствовала себя виноватой практически всегда. Телефон наконец-то прыгнул в руку и послушно замолк под ее пальцами. Ганна счастливо расслабилась и тут же села в кровати. Как она забыла! Нельзя выключать будильник с закрытыми глазами. Когда она в последний раз сделала так, то хитроумный айфон, то и дело норовящее зажить своей жизнью, самовольно набрал номер мамы. До сердечного приступа, конечно, не дошло, но объясняться, зачем она звонила в шесть утра, пришлось долго. Не рассказывать же маме про самостоятельность айфона. Ганна опасливо покосилась на мерцающий экран. Слава богу, она никому не позвонила с просонью, только вошла в фейсбук. Но это ничего, это не страшно. Избегая соблазна уставиться в открывшуюся новостную ленту, Ганна решительно откинула одеяло и спустила ноги на пол. Если сейчас начать читать фейсбучные новости, то выберешься из кровати через полчаса, не меньше. А валяться некогда, пора на работу. Тут Ганна тяжко вздохнула. Она всегда вздыхала, когда думала про работу. Ее было так много, что переделать всю до конца было абсолютно невозможно. Ганна пробовала, честное слово. Несмотря на то, что она была человеком высокоорганизованным, ежедневно писала план на день и вычеркивала выполненные пункты, дела валились ей на голову, накапливались, вырастали в гору Джумаунгу, на которую она взбиралась, цепив зубы, как опытный альпинист, покоряющий очередной пятитысячник в погоне за званием снежного барса. Ее трудовая книжка лежала в фирме, являющейся крупным интернет-провайдером, оказывающей услуги связи и цифрового телевидения. Ганна работала там пиар-менеджером, разрабатывала рекламные компании, дружила с журналистами, писала статьи, придумывала всевозможные завлекалки для клиентов, составляла бесконечные отчеты в головную контору, которая, как и положено головным конторам, находилась в далекой и неприступной Москве. Ганне нравилось считать, что Москва далекая и неприступная. Вообще-то до столицы было всего четыре часа езды, но в их фирме считалось, что до нее было как до Марса. По крайней мере, московские начальники разговаривали с ней на инопланетном языке, и достичь консенсуса им было невозможно. В ее родном городе все работали с восьми до пяти, и Ганна работала так же.